Я сказал стоять! Почему? Это моя пицца! Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Емель и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео! У меня сегодня в гостях Асхватима! Да, это я! Привет! Вы меня ждали и я приперлась! Мы сегодня будем сравнивать две пиццы, одна из Доминос, другая из Папа Джонса. Какую предпочитаешь ты? Я Папа Джонс, честно говоря. Хочу отметить тот момент, что обе они средние, но несмотря на это Папа Джонс стоит немножко дороже. Немножко дороже, то есть на 50 копеек. Это стоило 13 монат, а это стоило 13.50. Хотя размер у Папа Джонса намного больше. Я думаю, что видно все-таки. Папа Джонс больше, прилично больше. И выглядит как-то аппетитнее. Если честно, я уже второй раз замечаю, что у Доминос есть такая привычка поджаривать что-то слишком сильно. То есть у них подгорает вечно что-то. Один раз мне принесли домой пиццу, у нее весь низ как-то подгорел. И это стоило очень дорого, а пицца была крошечная. Я такую пиццу впервые в жизни видела. А тут у них как будто бы края колбаски. Хотя это, может, так и должно быть. Не знаю, будем пробовать. Будет ясно. Колбаска причем очень тонко нарезана. Очень тонко. Скрысили. Да, скрысили, так скажем. Сажали колбасу. Давайте начнем, с чего будем начинать. Пас папочки Джонса. Давай ты с папой Джонса, а я с... Здесь у них очень вкусный соус, правда он чесночный. И, кстати, я за него не платила, его мне дали бесплатно. Вообще, я люблю все, что бесплатно, меня манит. Он потрясный, я его люблю. Я хочу укол. Ты пробуешь Доминос, а я папа Джонса. Шикарно. Мне тоже нравится. Хотя мы пробуем разные вещи. Единственный минус у пиццы от папы Джонса, что у них эти края очень большие. Мне это не очень нравится. Они меня спросили, вы хотите на тонком тесте или на толстом? Это тонкое считается или толстое? Это толстое. Это вот идеальное тесто. То есть оно не чересчур толстое, оно не тонкое. Я не люблю, когда пицца совсем тоненькая. То есть я не чувствую, что я что-то съела. Вообще я не наедаюсь. Я когда последний раз была в вертикале, там пицца была почти на лаваше. И это было совершенно невкусно. Вот я так не люблю. Просто вот эти края, это чистый хлеб. И его здесь очень много, он очень крупный. У меня рядом с работой есть одно место, оно неизвестное. Но там очень вкусная пицца. Там хрустящие эти края. И туда попадает сыр, потом он превращается в такие хрустяшки. Это бывает очень вкусно. Наверное, это так задумано у них специально. А вот здесь края, конечно. Конечно, эта пицца не такая вкусная, как от папы Джонс. Но зато они продумали этот момент. А зачем ты назначила вот этот соус? Макать пиццу. Туда макать, а что ты не макаешь? Сейчас макну. Я хотела оценить вкус пиццы. Для чистоты эксперимента. Второй кусочек надо было тебе этот пробовать. Я не могу оценивать, здесь все вкусно. Макнем. Ой, господи. Какой-то жидкий шикарный соус. Я одобряю. Чеснока особо не чувствуется в этом соусе. Он, кстати, от Хайнс. У нас все от Хайнс. Давай я попробую. Она прекрасна. Вот даже кусочек больше. Давайте вот сравним. Иди ко мне. Ты помогли. Что мы не разрезали? Вот. Давайте сравним. Вот правда на видео вам незаметно, но этот кусочек значительно меньше, нежели вот этот вот. Я думаю, что заметно. Слегка меньше. Тоже вкусно. Да. Я люблю гавайскую пиццу с ананасами. Ты любишь? Ненавижу. Мало кто любит такую пиццу. Еще в Папа Джонс есть одна очень вкусная пицца. Называется Цезарь пицца. С Цезарь соусом. Очень вкусно. С этим соусом вообще. Да. Ты смогла определиться, что лучше? Что думаешь ты? Я даже не знаю, что сказать. Они обе вкусные. Мне пицца от Доминос очень понравилась. Я не думала, что это скажу. Я была настроена критично по отношению к этой пицце, так как у меня был неудачный опыт. Но сейчас она мне очень понравилась. Я сама в шоке. Мне тоже очень понравилась Доминос. У нее какая-то интересная начинка. Как будто бы здесь под сыром еще что-то есть. Она размером меньше, но стоит дороже. Незначительно, но все же. Что лучше? Доминос по мне. По мне тоже. Я не понимаю, как это могло произойти. Но мне нравится Доминос больше. Здесь, кстати, тоже края. Мне, кстати, понравилось, что в Папа Джонс мне сделали доставку. И меня спросили, что вы будете оплачивать наличными или карты. Мне показалось это странно. Я сказала, вы что, принесете терминал или как он называется? Посттерминал. Посттерминал. Они притащили его прямо сюда. И я заплатила карты. Шикарный сервис. Да, это отлично. Ну, Папа Джонс очень вкусная пицца. Я не могу сказать, что она плохая. Она просто Доминос. Это вообще. Хочу дать шанс пицце от Папа Джонс. Пробую еще кусочек. Может, я передумала. Посмотри, там еще такой перчик есть. Сможешь его съесть? Какой? Давайте я вам покажу. Острый? Да, наверное. Сможешь его съесть? Ты не сможешь. Смотрите на нее. Все шишки мне. Я знаю, что ты всемогущая. Такой же нострый. И запиваем мы все это дело кока-колой. Супер полезное здоровое питание. Обычно в реальной жизни мы так не питаемся. Это просто... Да ладно. Мы иногда себе позволяем. Да, ладно. Этот перчик хорошо разрезать на маленькие кусочки и добавить на пиццу. Я бы сделала так. Чем? Здорово. Спасибо. Видите, правду говорит. Тему говорит девочка. Мне кажется, что я это видео не буду монтировать. Я прям так выложу. На стол стоять. Почему? Это моя пицца. Я подумала, ей так понравилась пицца. Да, минус, что она решила не делиться. А тайки все можно ожидать. С тобой попробую не поделиться. Да. Вырвусь. А вообще очень жадная девочка. Ты хочешь разогнать моих подписчиков, которые я еле-еле набрала. Это шутка. Гюджи Балайна, Ермоша. У них есть чувство юмора. Смотрите, какая тонкая колбаса. Сейчас вам покажу. Господи. Иди сюда. Да, ее почти не ощущается. Вот если вот так вот взять, я вижу Фатима через эту колбасу. Не, ну пицца клево. Если вы думаете попробовать пипу... Пипу. Тогда я думаю, что стоит именно эту заказывать. Так она называется. Это папирони считается или просто салями? Папирони, по-моему. Как-то она там... Папирони. Я сначала почему-то думала, что ты не любишь пиццу с колбасой. С чего ты взяла? Кто-то из моих подруг не любит. А, это Лала не любит. Я купила эту, а потом подумала, что надо позвонить, уточнить. После того, как я уточнила, оказывается, она любит все. Она сказала, бери. Бери большую. Что касается пиццы, фастфуда, я люблю все. Так что, можешь не заморачиваться. Кстати, о фастфуде. Вчера мы снимали видео на канал Аскфатимы. Ссылку я оставлю в инфобоксе. Обязательно подписывайтесь и посмотрите, оцените, как мы сравнивали Burger King и McDonald's. И посмотрите, кто победил. А может, и была ничья, кто знает. А может, Burger King победил. Ну, да, минус. Я наелась. Смотрите, сколько у меня здесь этих корочек. Я все-таки не определилась. Я хочу дать шанс. Реально мне нельзя есть. Ешь, хочешь, ешь. Хочу. Бери. Хочу до минус. Бери. Можно? Можно. Ей так понравилась пицца, что она, походу, не хочет делиться. Походу, это не шутка. Но я наглая девочка. Я все равно съела. Здесь внутри под слоем сыра томатный соус, как будто бы. Да, так и есть. Это делает пиццу такую сочную. Она вся такая пропитанная. Еда. Это главная радость в моей жизни. Я тебе говорила. Нет. Ты кусаешь эту пиццу? Это верхняя начинка, то есть слой сыра снимается. И дальше вот здесь вот такой слой. Не знаю, как объяснить. Вы сами посмотрите. Такой слой вот этого вот соуса. Очень вкусный. Это нестандартно для пиццы. Сыр и сыра они кладут сверху соуса. Поэтому так вкусно получается. Вот я сколько не пыталась приготовить пиццу. Поверьте мне, я где-то раз 15 пыталась приготовить. У меня никогда не получалось вкусное тесто. У тебя получалось, когда вот такое вот. У моей мамы получалось. Я тесто не умею вместить. У меня сил не хватает. Хозяюшки мы, да. Самую вкусную пиццу в моей жизни приготовили мой брат и мама. Это была необычная пицца. Пицца как пирог. У нее тоже внутри был слой такой вот соуса, но он был толстый. Это было прекрасно, шикарно. Вообще, мне кажется, все любят еду, которую приготовила мама. Даже если мама просто разрезала помидор пополам, этот помидор автоматически становится очень вкусный. Потому что его разрезала мама. Согласись. Даже если мама не умеет готовить. Мы обожаем еду, которую готовит. Мама, а знаете почему? Знаешь почему? Нет. Потому что мы привыкаем к этой еде. Потому что это по-домашнему. Я когда, например, первый раз пошла в Макдональдс, я подумала, что здесь вкусно. Фу. Как может булка в гамбургере быть сладкой? Она же немножко сладковатая. Да. И мне прям стошнило. А сейчас я думаю, что это очень круто. У меня тоже самое было с суши. Да. Первый раз, когда я поела суши, это было ужасно. Я поела всего две штучки. И мне было тяжело. А сейчас она гуру. Гуру по поеданию суши. Суши. Могу съесть 50, 60. И это доказано. Да. Есть видео доказательства, которые на моем канале. Где она ест 50 суши. Причем она за кадром еще пять штук моих съела. Да. Так что я крутая. Этот момент я нечаянно вырезала. Я всемогущая флотя. Под каждым моим видео, последним моим видео, все просили, чтобы я снимала видео с Аскватимой. И вот я здесь. И я решила, что я буду чаще с ней снимать. А вообще, если вы хотите видеть ее почаще, то подписывайтесь уж сразу на ее канал. Не зовите ее оттуда сюда. А вы идите туда. Это тонкий намет. Я, в принципе, наелась. Я тоже. Но мы многое съели, согласились. Да, мы почти все съели. Две пиццы средние, осталось всего четыре кусочка. И один последний кусок был лишним. Да? Да. Тяжесть. А на этом все. Подписывайтесь на наши каналы. Ставьте лайки. Подписывайтесь также на наши инстаграмы. Все ссылки будут внизу под видео. С вами была Лайка Эмири и Аскватима. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok